И два последних сезона играет в Мадридском Реале. Вот они своей команде помочь не смогли. Джеффри Тейлор, кстати, набросал нам во время матча Евробаскета 2013, когда шведы у нас выиграли. И чтобы наши зрители понимали, что такое... Статистику мы скажем, конечно, в конце, как минимум, в половине матча. И вот сейчас Мимофей Мозгов берет хороший подбор. Превратился в такого явного лидера команды. И совершенно страшного человека для соперников, потому что помимо того, что он организует игру российской команды, может пройти, может отдать. Самое ужасное для соперников то, что Хвостов в любой момент может бросить и попасть. Что самое главное. Настоящий такой убийца с лицом младенца. А мне очень нравится то, как ходит мяч. И смотрите. О-хо! Симофей Мозгов! Это было здорово. Федор Влекалитов... Выжалились над ним и Спайерс будет исполнять штрафные броски. И вот проход Тимофея Мозгова просто без шансов. Сонное нападение. Симофорит Хвостов, расставляя партнеров. И здесь опять Тимофей не заносит этот мяч сверху. Но, тем не менее, шанс-то был хороший. Растолкал, распихал всех соперников в трехсекундной зоне. И заработал право на штрафные броски. Тимофею Мозгову наряду с Зубковым достались такие наибольшие овации зала. Ну, Зубкову, понятно, за то, что долгое время он уже играет за краснодарский локомотив Кубань. Ну и Тимофей Мозгов, наш чемпион НБИ, местный уроженец, что характерно. И, конечно, его тоже приветствовали громогласно. Да, Тимофеев два раза обыграл в лицевую. Один раз в предыдущей атаке забил сверху. Сейчас забивает штрафной. После того, как на нем зафавилили, все в порядке. Мне очень нравится, как ходит мяч в сборной. И вообще во всех этих отборочных играх, в играх очень много результативных передач. Больше 20 практически в каждой игре команда. Как обычно, на матчах мы работаем не только комендаторским дуэтом, а скорее таким трио. И Дмитрий Матаранский от кромки плаща. Же-президент локомотива Андрей Медичев бегал по площадке, подбирал мяч и возвращал его арбитра. Олеги. Спасибо, Дмитрий. Ну, что тут можно сказать? Ну, естественно, если агрессивно действует, то и возможны какие-то моменты. Мозгов накрыл все-таки Хакансона и показывает о том, что как Хакансон еще и рукой отодвигал Мозгову. Но хороший. И бросает Воронцевич прорыв Карасева. Дальше тут шоу-тайм начинается. Роняют Тимофея Мозгова. Это не спортивный фоул. Со стороны первой половины Тимофей Мозгов. И снова такой кирпичик падает на дужку кольца. Вылетает далеко. Но не идеально и не стабильно по своей, вообще в карьере Тимофей бросает штрафные. В принципе, у него неплохой бросок. И средний. И часто он им может пользоваться, когда позволительно. Но в Кливленде не важно. Перейдил буквально Дима Глагина на полтакта, но этого ему хватило. 15 секунд до конца. Быков владеет мячом. 7 секунд на бросок. Но Мозгову. Мозгову. Правый полукрюк. И здесь еще страхует все тот же. Тимофей Мозгов. Стартовая пятерка российской команды с первых секунд. Фоул, фоул. Конечно же фоул. Мозгов пытался сверху забить. 16 номер. Спарус. Ничего ему не оставалось делать. Кроме как палить. Мозгов будет бросать два штрафных. Ну а у нас стартовая пятерка, которая выходила и в начале первых минут игры. Ну да, та же история у шведов. Борг и Хакансон на задней линии. Чарапович, Линквист и Спайерс. Спайерс не столь эффективен, как был в матче между этими соперниками, который проходил в Швеции. Но зато Людвиг Хакансон настрелял 10 очков. И он до сих пор самый результативный игрок этого матча. Первая половина. Где резерв для усиления игры? В первую очередь это трехочковый. Всего лишь 4 из 14 мы реализовали. Шведы пробились с процентом 50. И странно с учетом того, что у нас же есть Мозгов. Хотя по первым минутам было очевидно, что наши хорошо действуют на подборе. И визуально это смотрелось так, как будто наши выигрывают. Но потом подравнялись. Шведы подравнялись. И ровно с трехочковых. То, конечно же, и 33 очка, которых действительно не хватает и мало. Очень здорово. Очень здорово. Это Тимофей Мозгов. Поймал движение партнера и Карачев, который никак пока не может забить. Шведы. В атаке. Бросок Шпайрса. Тимофей не верит. Зато верит в свою мухобу. Наталья Боскова к своему концу. Это был не блокот. Это блокшотище. При этом еще же и кольцо Тимофею мешал. Он убрал руку, чтобы не сломать ценное краснодарское оборудование. И вторым... Канцевич остается в поле и пытается обыграть на ногах. Но там еще и Тимо идет на подстраховку и пойди там пробейся. В итоге атака в цейтноте. Борк. Вон шоких него. Ну и Кулагину. Не нужно расслабляться с Персоном. Хакансон мажет. Подустал. Уже все-таки 12-й вернулся. Ему рассказывают, что тут было. Несколько секунд назад. Мусампа на площадке. Вот. Масампа под девятым номером. О, какой блок-шок Мозгов. Отлично. Вот это такая взрывная ситуация. Использование своего роста длинных рук. И смотрите, как здорово взлетел Мозгов. В высшей точке достал этот мяч. Все по правилам.